МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня у нас будет серьезный разговор о тупых утках. А точнее обзор на копию утенка Savage Gear Suicide 3D Duck от Allblue. Ни для кого не секрет, что щука охотится не только на рыбу, но и на лягушек, мышей и ужей. Но утка в ее рационе занимает особое место. Почему обзор на копию? Да все потому, что стоит она в 2-3 раза дешевле. А ловит так же. А оригинал это всегда дорого и больно. Поставляется утенок в довольно презентабельной упаковке. Так что, дорогие женщины, внимание! Если вы хотите сделать своему рыбаку приятным, то вместо горячего стриптиза лучше купите ему эту удочку. И он будет счастлив. Итак, технические характеристики. Весит Savage Gear Suicide 3D Duck от Allblue 28 грамм. И имеет длину 105 миллиметров. Приманка эта поверхностная. А как я обожаю ловить на поверхностные приманки, не передать словами. Что можно сказать о внешнем виде? Выглядит утка очень достойно. Рассветки скопированы очень похоже на оригинал. Всего их 4. Опушка тройников подобрана под окрас приманки. Материал болванки пластик. Утка полая. Внутри не имеет никаких дополнительных элементов. Ни систем дальнего заброса, ни погремушек. Они тут, собственно, ни к чему. Приманка оснащена двумя крупными тройниками, расположенными сверху и снизу тела. Крючки закреплены в специальных зажимах, что делает утку более проходимой в траве. А при поклевке хищника тройники легко освобождаются и ходят свободно. Сзади у утки есть две лапки, выполненные в виде пропиллеров. Именно ими и осуществляется игра приманки. Они создают за собой очень привлекательный шумный водяной шлейф, который и соблазняет щуку на поклев. Что можно сказать о плюсах и минусах данной утки? В первую очередь, неоспоримым преимуществом по сравнению с резиновыми приманками является исполнение утенка из пластика. Другими словами, данная приманка будет очень долговечной. Никакая щука ее не разорвет. Соответственно, этот экземпляр не будет пить воду и не надо будет постоянно ее выливать, как с резиновыми изделиями. Однако, из-за расположения своих тройников Savage Gear Suicide 3D Duck обладает меньшей степенью засекаемости и проходимости по сравнению с резиновой уткой. Но тут все очевидно. Нижний тройник по-любому будет собирать траву на заросших прудах. А если его снять, то засекаемость совсем сойдет на нет, поскольку верхний тройник расположен не особо удачно. Поэтому стоит его использовать правильно. Другими словами, на не сильно заросших водоемах. Кстати, с кувшинками он справляется неплохо. Плюс, если эту утку немного доработать, то она превратится в грозное оружие. Итак, доработка. Тут все просто. Верхний тройник расположен не особо удачно. Поскольку, чтобы щука на него села, ей необходимо практически полностью заглотить утку. Однако, так как у приманки сзади рабочие лапки, которые зачетно молотят по воде и создают водяной вихрь и шум, а хищница не всегда четко видит в траве свою жертву, то точка атаки чаще всего смещается от центра ниже. И нередки ситуации, когда щука промахивается, либо бьет приманку в лапы. Что же делать? А что делать? Муравью хуй приделать, что делать? Правильно. Нужно сместить верхний тройник в точку атаки с помощью вот такого короткого поводка. Сделал я этот поводок из не толстой стальной проволоки. Увеличил его толщину посередине термоусадкой, чтобы он надежно держался в защелке для тройника. Снимаем верхний крючок, пересаживаем его на поводок и ставим обратно. Чтобы получился вот такой результат. Теперь, когда щука нападет на утку сзади, шансы поймать ее увеличатся. Все, мы готовы к рыбалке. Какие выводы можно сделать? Данная приманка однозначно рабочая, но ей необходимы определенные условия. Это не сильно заросшие травой водоемы или пруды с редкой кувшинкой. А после небольшой модификации Savage Gear Suicide 3D Duck превращается в настоящего убийцу щуки. На этом у меня все. Всем счастливо, всем пока и до встречи на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok